здравствуйте дорогие друзья вот и очередной выпуск у треноболония что хотелось бы сказать как и с устаноном как и с другими препаратами даже с тем же магнием магнезией выпуски будут появляться и периодически мы будем рассматривать те или иные аспекты препарата дело в том что даже самые простые вещества такие как магний но привожу примерно более простом веществе они могут если кто смотрел выпуск оказывать не такие уж так скажем и разрекламированные эффекты вот вам лайфхак с магнием он действительно гипертонус с пастику мышечную снимает и соответственно может слегка понижать артериальное давление поэтому да для некоторые тут и не знает об этом и так далее для некоторых это не не очевидно и каждый раз по чуть-чуть мы те или иные аспекты препаратов разбираем простых бадов может быть то же самое треноболона касаясь нельзя мне охватить все и сегодня мы будем говорить об анализах которые нужно сдавать в первую очередь на треноболоне думаю не стоит повторяться вы наверняка смотрите этот выпуск не новички и вы прекрасно понимаете по крайней мере что препарат серьезный и кто-то человек который не захочет сдавать анализы не захочет происходить аналитику может быть это не ваш препарат задумайтесь вообще об употреблении анаболических стероидов если вас интересует употребление на глазок что называется ну и давайте приступим к обсуждению треноболона отдельный выпуск можно делать о длине препарата да то есть там какая-то форма используется его замиксованная или там не знаю цитат или еще что то для нас интересно само вещество независимо от длины полуведения вещества соответственно эффекты будут те же самые то есть неважно сколько он у вас находится если вы часто подкалываете если вы с ним имеете дело по бочке вы получите все те же самые и соответственно все то же самое нужно исследовать и искать в крови искать одни и те же проблемы выше указанные которые я сейчас перечислю и дорогие друзья традиционно я уже начну с пролактина и здесь более очевидная ситуация но как правило большинство людям на треноболоне столкнуться приходится с гиперпролактинами и можно по старинке делать это с кабергалином но те кто системно постоянно сталкивается с гиперпролактинами вы знаете я бы рекомендовал чередовать препараты но вы сами знаете там резистентная реакция все равно рано или поздно препараты становится да иногда ее но лучше подобрать другой какой-то препарат не кабергалин кому-то кабергалина ну можно его конечно ломать до таблетки но кому-то слишком много этой дозировки кому-то очень мало у кого-то выражена какая-то резистентность но не берет их кабергалин вот надо понять вообще сколько активного да вот этого пролактина который вносит свою лету клеточная да вообще в работу клеток для этого мы должны сдать не только пролактин а и макропролактин такой вот разбилочку пролактин макропролактин все-таки когда речь идет о гиперпролактинами не важно чем спровоцированный лишним это не будет заплатите 200 300 рублей лишних но я не знаю сколько на данный момент возможно на момент выхода ролика до будет гораздо гораздо он дороже стоить потому что я снимаю про запас у меня скоро будет отпуск тем не менее на данный момент макропролактин не сильно дороже стоит разбивочка до обычного пролактина и в некоторых лабораториях когда вы можете прийти указать что у вас гиперпролактинами делают даже эту разбивку бесплатно поэтому такой вот вам лайфхак соответственно обязательно смотрите макропролактин в своих анализах теоретически употребление тринболонов различной формы она соответственно способствует росту пролактина и нужно с этим научиться работать дорогие друзья с тринболонами есть такая история что кто-то мерить тромбоциты тот и мерить гематокрит смотрит и соответственно все эти истории в дальнейшем но росте данных показателей и дальнейшем так скажем работе с ними они бывают весьма плачевны и причиной бывает не сам тринболон а то что человек себе налечил в основном эта история касается даже вспомните там того же турчинского который игрался со своей реологии самостоятельно крови не знаю уж там какие причины в реологии крови были ее менять употребление каких-то препаратов или другие заболевания но в любом случае чтобы переливать кровь как многие советуют да на различных каналах на youtube каналов я бы поспорил потому что вот понимаете как вообще механика переливания крови строится назначение я сам как правило никогда не отправлю человека на эту процедуру у меня есть мои коллеги кардиологи и превентивные врачи люди кто более глубоко работает конкретно с составом крови и с реологией крови то есть тут нужно миллион не просто дважды подумать миллион раз подумать и этим не то что должен заниматься врач любой там не знаю вот терапевт пришли он сказал да переливая кровь сейчас будет все хорошо нет этим должен заниматься человек ну который крайне хорошо в реологии крови собирается я имею ввиду назначать любые манипуляции там с кровью до влияющие на реологию крови я как эндокринолог когда вижу изменения в реологии крови во первых я конечно их смотрю не просто там через какой-то один показатель мы сдаем аллограмму и соответственно ее через ее воспринимаем реологию крови в первую очередь и на нее ориентируемся назначаем какие-то препараты в зависимости что и насколько поменялось если мы не видим кулаграмме изменений мы уже можем направить какому-то смежному специалисту и рассмотреть ситуацию до с более применения серьезных препаратов и в том числе с какими-то физиопроцедурами по переливанием и так далее но этим не занимаются такие процедуры но на мой взгляд опрометчиво назначать даже спортивному врачу который там будет кричать бить себя в грудь этом всю жизнь там лечу спортсменов но тем не менее реология крови это совсем другая игра это как я не знаю лезть в иммунологию отдельно да то есть есть специалист по конкретно решающие проблемы с реологией крови и здесь лучше заниматься им потому что здесь исход ваш может быть летален последствия до всех этих вещей рост какого-то там какой-то тромбоз еще что-то я сомневаюсь что вас там такие дозировки будут тринобалона хардкорные да а если у вас они будут как портные дозировки тринобалона совершенно оправдана ходить по нескольким врачам и наблюдаться в нескольких врачей в том числе до гипотолога у кардиолога и так далее и тому подобное и можно устраивать даже такой совет как для профессиональных бодибилдеров да так скажем всем созваниваться врачам у меня был такой опыт мы все созванивались разных городов моей коллеги человек наблюдал сразу несколько специалистов и мы наконец-то договорились то есть мы сначала совсем не понимали что имеет один советует одно другое другое тоже бодибилдинг это сложно да профессионально потом мы созвонились и наконец договорились поняли пришли к определенному концепцию поэтому здесь нельзя так просто вот взять и говорить надо сливать кровь изменение состава крови это очень и очень серьезно на мой взгляд пишите ваше мнение конечно в комментариях но в общем вот я отношусь к этому сугубо очень строго очень строго дорогие друзья повторюсь еще раз липидный профиль как и у всех анаболических стероидов если вы употребляете но естественно изменению липидном профиле но здесь препарат конечно такой тяжелый и конечно липидный профиль просто будет но более ярко расти на мой взгляд отслеживается некая гепатотоксичность поэтому конечно если вы вообще ну соответственно не смотрели печеночных никаких проб не делали гамма гт аллат осад билирубин можно посмотреть щелочную фосфатазу вот ну если вы ничего такого не делали конечно сделать если делали то все равно на всякий случай еще и сделайте узи брюшной полости не надо входить на тяжелые препараты без узи брюшной полости почему что и как я рассказываю периодически в других выпусков и напоминаю что если есть нарушение желчи оттока до печень напрямую с этим связанные на в печени происходит желчетворение да и дальше скапливается желчном пузыре вот поэтому если будет нарушение желчи оттока например то это будет растите патогенную микробиоту и в другом своем видео я думаю что я расскажу о том как соответственно ну какие анализы сдавать по микробиоте еще здесь это не будет лишним применение соответственно триноболонов она будет воспаление провоцировать соответственно окна будет провоцировать это велотекущее воспаление здесь будет расти патогенная биота дорогие друзья и последнее что хотелось бы озвучить самое такое популярное многие путают рост просто гландинов просто гландины они провоцируют бронхиальное сужение и из-за этого у нас может вообще провоцироваться не то что кашель а такие осматические приступы которые в принципе осматиков должны быть у всех кто будет использовать триноболон поэтому дабы не рисковать опять же здесь может быть летальный исход не рисковать я бы не использовал внутренний баллон вообще осматиками очень крайне осторожно дабы был вообще астма и анаболические стероиды это не совсем так скажем безопасно бесконтрольное применение анаболиков и астмы вот а тем более внутри на баллона вот и все таки у некоторых людей такие вот как синдромы некоторые они могут проявляться и треновый кашель чем отличие там реакция идет непосредственно масло на введение масляного раствора и кашель появляется хоть и неприятный и многих соответственно в такой испуг да соответственно вызывает у них это не является чем-то таким серьезным опасным тогда как уже после введения до на следующий день и когда эти удушья становятся системными это уже повода задуматься да и начать этот вопрос изучать и отменить может быть препарат поэтому вот смотрите за собой будьте с осматическими различными синдромами осторожно это должен быть серьезный звоночек для вас ну и еще один момент соответственно препарат может вызывать рост прогестерона поэтому прогестерон мы обязательно сдаем и с эстрадиолом тоже неоднозначный момент потому что ну в основном связки с другими препаратами используют поэтому ну все-таки учитывайте что мы сейчас говорим про треноболон но если вы подвязали к нему какой-то другой препарат могут быть соответствующие побочные эффекты от другого препарата и эстрогены тоже даже если соло есть миллионы разных причин почему они могут расти здесь не расти но яркой конечно вот этой вот ароматизация здесь нет на мой взгляд вот но контроль эстрогены все равно нужно этот пункт в анализах эстрогены нужно для себя иметь во первых что еще здесь может быть влияние на психику треноболонов это надо учитывать людям со слабой психикой препарат категорически противопоказан людям со склонностью к агрессии к социопатии категорически препарат противопоказан а вот людям у которых очень ну так скажем психика депрессивные расстройства да какие-то связанные с как раз таки с дефицитом генетическим дефицитом тестостерона и так далее встречал соответственно случай чисто клинические случаи когда мои коллеги заверяли что вот именно применение данной группы препарата так просто сложилось кто-то в зале посоветовал человек пришел уже на курсе но утверждали мне появлялись такие истории когда утверждали что помогали вот при когда психика так скажем подавлена но опять же это не исследовалось эта информация с потолка просто к аналитике и к аналитике какой я конечно хотел бы чтобы вы в комментариях не подсказали если у вас были какие-то депрессивные какие-то расстройства прочее вдруг вам тоже помог тринобаллон и это повод искать исследование в эту сторону на вот но если психика разогнана если психика активная и соответственно тринобаллон ну крайне соответственно противопоказан перепады настроения бывают и прогестерон носит свою лепту поэтому это особенно кто хочет подавить по бочку психологическую стринобаллонами конечно это прогестерон все равно нужно за ним следить не нужно каких-то космических цифр а ну как не нужно его задавливать как-то глобально но и не нужно соответственно добиваться его какого-то выхода в космос вот эти вот соответственно перепады с прогестероном они в чем чем обусловлено генетической детерминированностью у кого-то это очень ярко выражено у кого-то это может быть и не выражено и это зависит от длины курса и от дозировки препаратов здесь много что влияет но мы должны обязательно эти вопросы контролировать вот хотя бы ну не хотя бы ну раз в месяц раз два месяца сдавать в зависимости от выраженности чем более выражен рост прогестерона чем чаще сдаем тем чаще контролируем эта же рекомендация касается и всех других проявлений чем более у вас выражены побочные проявления по тому или иному показателю чем чаще вы его будете сдавать и проверять то есть здесь нет каких-то да любителей сэкономить денег здесь и к сожалению особенно на триноболоне не может быть каких-то экономии абсолютно потому что ну запусти если вы запустите тот или иной патологический момент до развития неважно от пролактина до реологии крови вы можете получить крайне неприятный результат вот который скажется на всем вашем здоровье дорогие друзья это базовая информация спасибо что смотрели меня пишите мне пожалуйста комментарии подписывайтесь на канал и еще раз повторять что это только основное и потихонечку мы будем проговорить другие аспекты сегодня мы поговорили исключительно об анализах которые нужно делать на курсе триноболонов спасибо за внимание и да прибудет с вами здоровье